Дорогие друзья, ну во-первых, спасибо, что везде были с нами. Честно говоря, на моей памяти это первый съезд, когда журналисты остались даже после обеда и до конца. Спасибо за поддержку, нам это тоже очень важно. Вы все видели, мне кажется, все прошло как должно, как надо, и я очень рад тому, что сегодня мы действительно положили начало мощному объективному процессу. И помените мое слово, это действительно пойдет процесс. Сегодня только начало, и я реальности понимаю, что дальнейшее продолжение наращивания сил на левом патриотическом фланге начался после единицы для голосования, но сегодня мы за дело сделали мощный, так что спасибо вам большое, а нам полный вперед. Вопросы-то будут? Нет, два слова. Абсолютно солидарен с Сергеем Михайловичем, и до сих пор все процессы, которые происходили, вызывали у меня чувство человеческой радости и удовлетворения, потому что глубокая, меняемая и разумная позиция по всем направлениям, по всем вопросам. И я надеюсь, что так дальше и сохранится, потому что никаких до сих пор причем до посмеваться не было. Дорогие друзья, ну мое глубокое убеждение в том, что механически ничего нельзя объединять. Нельзя механически сложить музеи, организации, все это дело слепить, потом выйдет за что-то новое, и потом куда-то пойти. Вы знаете, мы все стоим на патриотических позициях, мы все стоим на левом патриотических позициях. Мы друг друга долго знаем, с Сергеем Михайловичем знаем очень-очень давно. И все это не случайно. Я буду задком так сказать. Вы знаете, уже поступают звонки людей, которые хотят присоединиться. Это люди, это организации, это общественные структуры, даже политические партии. Насчет вхождения их в новую политическую партию здесь немножко сложнее история художественного фильма, но то, что коалиция вокруг этой партии будет из разных партий, общественных организаций и так далее, я в этом абсолютно убежден. Поэтому мы будем видеть только нарастание вот этой мощной силы, в которую, я думаю, все поверят, как бы там кто-то не обсуждал, уже обсуждали, уже чего-то поливали, чего-то говорили, кто-то чего-то провоцировал. Один вывод. Боятся. Боятся, завидуют, может быть, некоторые, потому что никто не объединился по-настоящему уже серьезно, тем более в современных условиях. Спасибо. Коллеги, ну давайте ваши вопросы, давайте. Без микрофона? А, вы знаете, я видел, там микрофон, может быть, его снять. Он нужен есть. Если нужен для записи, то я подойду, если не нужен, то я вам покричу. Ну давайте попробуем, у вас вроде слышим. У нас два микрофона, или там? Можно, да, профит, пожалуйста. А вот передайте, пожалуйста. Вопрос от газеты «Народная инициатива» Галена Савельевич. В программах заявлений, просмучавшего только что на съезде, было сказано, что необходим переход к новой модели социально-экономического развития. В связи с этим мой вопрос. Мы будем двигаться вперед к шведскому социализму или возвращаться назад к советскому социализму? И, естественно, в этой связи классический политический вопрос. Каково ваше отношение к частной собственности на землю, недра, отрасли производства, государственные энергетические, транспортные системы и частной собственности на оборонной отрасли? Спасибо. Вопрос, то, что называется в народе, нехилой. Можно прямо всю программу изложить. Но если коротко, мои коллеги добавляют, я считаю, что мы пойдем к тому социализму, который мы еще, к сожалению, не видел никто из нас. И такого социализма еще не было. Очень много хорошего, позитивного было в советском социализме, но не все. Мы возьмем будущий социализм. Есть хороший пример, то, что называется скандинавским социализмом, но мы будем строить свой социализм. Отвечая коротко, не буду перечислять все отрасли, к частной собственности мы относимся спокойно, нормально. Но мы против офшорной аристократии, мы против олигархов. И, конечно, мы абсолютно убеждены, что недра должны поддержать народу. Это должна быть общепосударственная собственность, народная собственность. Давнишнее наше предложение, и, кстати, я читал точно такое же предложение в партии «За правду», что вообще нужно, например, как в том же Норвегии, когда остается ребенок, заводится счет именной, и все доходы, ну не все, а часть доходов от продажи углеводородов идет прямо туда, это, думаю, нормально. Коллеги, добавите? Дайте я. Давай. Дорогие друзья, вы понимаете, у меня многие журналисты тут сегодня спрашивали с таким очень своеобразным вопросом, просто расширю ваш вопрос. А в чем самая главная проблема в Российской Федерации? Ну, конечно, я сказал, что первое, это во власти и в системе управления. На самом деле, вот, главный момент я хотел бы, чтобы вы на себя акцентировали. Сегодня 5-10% населения Российской Федерации, цифры разнятся, владеют 90% национальных богатств и стратегической собственности. Эти же проценты владеют 90% национального дохода и всех доходов, совокупных в Российской Федерации. Вообще, это госмонополизм и частный монополизм, когда вот эта группировка людей определяет цены, она определяет систему развития, она определяет кадры, она решает все. Страна, что бы мы тут ни рассказывали про прогрессивный налог, который нужно обязательно применять, и всем эти три партии за это выступают, и много всего самого хорошего. Если вы эту раковую опухоль третьей степени не разобьете цивилизованным правовым механизмом, о нем сегодня говорить не будем, что времени не хватит, а он у нас прописан был у партии, если мы это не разложим и не видоизменим, рассказывать про 3% какого-то 3% роста, про какие-то там социальные перспективы, про все остальное, это просто профанация, не решив этой проблемы, не решить и всех остальных проблем. Поэтому наша позиция, естественно, я бы не только национальный богатство, но и стратегическую собственность бы туда же назвал, не буду называть организацией, потому что сейчас начнется на эту тему много разговоров, есть крупные гиганты, которые почему-то оказались в собственности 2-3 людей, гиганты, их строила вся страна, у них доход, эти ребята распределяют в конце года дивиденды на брак, по несколько миллиардов долларов чистыми деньгами, то есть уже в итоге. Ну, друзья мои, это немыслимо просто. Поэтому вот в этом отношении я могу так сказать, что касается частной собственности, мы за, что касается собственности на землю, здесь есть мюанс. Для всех физических лиц в разумных пределах за, для юридических лиц за, за, так сказать, сельскохозяйственные земли в определенном смысле за, ну, дорогие друзья, по 100-200 тысяч гектар на человека. Это как понять? Это что за лодифунгисты? Для чего вам эта земля? Для чего вы ее купили? Там были такие попытки, помните, забрать у них землю, если не обрабатывать, не обрабатывать. Три года, у кого что-нибудь забрали? Никто ничего не забрал. Поэтому с этой точки зрения колоссальный перегиб надо наводить в порядок. Коллеги, еще вопросы? Кто? Ну, давайте. Скажите, пожалуйста, какие дальнейшие шаги объединенной партии по спасению наших детей у цифрово-опрессовательной среды и каким образом партия будет взаимодействовать с родительским сообществом? Спасибо. С родительским сообществом мы уже взаимодействуем и продолжим. Это обязательно. Вы, наверное, как знаете, мы выступаем, причем мне очень приятно, что с этой позиции выступали все мои соратники и товарищи. Мы против дистанционного образования, мы против единого государственного экзамена, мы противники баллонского процесса как какового, с точки зрения того, что вы же тоже знаете, это только Россия как хомут на шею. На дело все. Каждая страна выбирает себе, что хочет. Единственная страна в Европе, Россия, ой, мы такие крутые, мы все возьмем. И образовательные кредиты, которые не работают, и многое-многое другое. И ту же магистратуру, и рукавриат. Вы же сами понимаете, что наш работодатель до сих пор не понимает, кто такой бакалавр. Он говорит, иди доучись, потом приходи ко мне. Зачем мы все это делаем? Поэтому здесь, безусловно, будем сотрудничать с родственным сообществом. Это сотрудничество уже есть. Ну и наши позиции. Кстати, вот программный комитет, который приступит к работе, там что-то будет прописано. Я сегодня упомяну, у нас раздел будет образование, потому что то, что сегодня происходит в нашем образовании, нас, мягко говоря, не устраивает, в том числе как родители. А, типа, коллеги, я добавлю определенный оттенок этого момента. У меня был разговор относительно недавно с очень известным нашим энергетиком, который сказал следующее. Понимаешь, говорит, какое дело? Вот если произойдет достаточно серьезная магнитная буря, и покупает электричество, как это было, вы помните, в Северной Америке, Нью-Йорк отключился, там очень много примеров, Нейца в свое время и так далее. Вот у меня такой интересный вопрос. А как вот молодежь будет общаться друг с другом без этих гаджетов, когда электричество не будет? Они смогут вообще разговаривать? Они теперь могут говорить? Они могут устный экзамен сдавать? Они могут объясняться в любви, кроме как смс-ками и так далее? Понимаете, вот маленький оттенок этого интеллектуального развития, этого духовного развития, что как раз, так сказать, усугубляет вот такое образование. Тут вычеркнул, тут галки поставил, да? Тут вот ты полу какой-то специалист. Поэтому, конечно, тут уже даже не только в образовании дело, тут вообще не между людьми дело. Некоторые там вешают в некоторых кафе таблички. У нас здесь Wi-Fi, у нас ничего не работает. Пользоваться не надо, общайтесь друг с другом. То есть, вот это, кстати, один из элементов того, к чему мы с точки зрения образования и во всех остальных... Это не умаляет никаких гаджетов, никто не умаляет. Эту электронику только надо везде во всем иметь баланс. Спасибо. Вот, главный человек, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Телекомог должен? Нет, работает сейчас вроде все. А два вопроса, я не понимаю, что вы выступаете за свободные, честные, открытые выборы. Вопрос, должны ли до них быть допущены представители вне системной оппозиции, и в том числе те люди, которые представляют команду Алексея Навального. И второй вопрос сразу, если позволите. Какой символ будет у новой партии? Мы знаем, что справедливая Россия, многие об этом вспоминают. Когда-то своим символом считала выхухоль. Может быть, какой-то новый зверь теперь будет у вашего свежего политического объединения? Ну, вы сказали, что вы читали. Если вы внимательно читали, это ваша журналистская придумка. Никогда такого не было. Приклеить по-русски фигню какую-то, это запросто. Поэтому даже говорить на эту тему не буду. С точки зрения того, кого допускать, кого не допускать. Вообще, моя позиция всегда была и остается такой. Я считаю, что нужно дать людям высказаться, потому как Петр говорил, дабы только каждая была видна. Не пущать и не давать собираться, не давать выступать. Надо давать и надо выступать. С точки зрения участия у нас закон работает. Если та или иная политическая сила имеет своих депутатов в законодательных собраниях регионов, она имеет право без сбора подписей участвовать в выборах. Если этого нет, значит, нужно собирать подписи, соответственно, получать такое добро. Вот ответ на ваш вопрос. Я скажу пару слов, потому что я категорически сторонник того, чтобы люди, в том числе и либеральных, и ультралиберальных убеждений участвовали в предвыборной гонке. Более того, я недократно обращался в некую пустоту, наполненную, асписанную пустоту, что дайте, пожалуйста, мне в прямом режиме, в прямом столкновении участвовать в политических выборах в любом регионе. Условно, берем Рязанскую, Владимирскую или Иркутскую область, и с Юрой Дудем, или когда выйдет на свободу Алексеем Навальным, или Ксении Савчак, будем участвовать вдвоем во всех диспутах, во всех переговорах, во всех разговорах. Потому что создается ложное впечатление у молодых и немолодых людей, что это настолько огромная, непобедимая сила, и их аргументация настолько глубокая или бесподобна, что совершенно невозможно с ней конкурировать. Это, конечно же, не так. Ну, то есть, молодые люди, они даже элементарно и не помнят, что, скажем, был демократический выбор России, была партия, было яблоко, был СПС, и все они исчезли не в силу того, что огромная тоталитарная машина пожрала эти мощнейшие организации, а просто люди за них голосовали на каждых выборах все меньше и меньше. И я абсолютно убежден, что, ну, то есть, наша аргументация, аргументация моих коллег и моих товарищей по движению «Заправду», сегодня влившуюся новую организацию, она не просто конкурентно способна, а просто при, собственно, прямом контакте, она победительна и более убедительна. Поэтому я призываю моего государства избегать этих ошибок, кстати, характерных для европейских квазидемократий, потому что там реальная, скажем, реальная консервативная левая повестка невозможна, реальная там разумная правая повестка в той мере, в которой она должна была бы прозвучать, она не звучит. И регламентация европейских так называемых демократий, я много там времени провел, много за этим наблюдал, она, ну, куда более безобразные формы зачастую имеет, чем, как нам кажется, это имеет в России. Это тоже я просил бы учитывать молодых людей с их иллюзорными представлениями, что где-то есть вот какие-то необычайные формы демократии, а вот у нас тут как бы их и нет. Ну, мы все тут наблюдали за историей в США, в Соединенных Штатах Америки и должны себе отдавать отчет, что вот-вот он мир, он примерно так и выглядит, и мы в этом как бы списке не хуже всех. Но дайте, пожалуйста, дайте мне за дождя, пожалуйста, группу сразу, как бы этих конкурентов, оппонентов, давайте как бы с вами поговорим. Беза. Да, да. Нехорошо отвечать вопросу на вопрос, но я бы сказал, а вы, так сказать, думаете, они хотят этого? Кто-нибудь видел, что они хотели создать серьезную партию? Вкалывать, вот как мы вкалывали тут 16 лет, например, да? Потом, да, и нас снимали с выборов, и нам не давали регистрироваться, и нас засчитывать по полной прогрессии. И нам не давали. Понимаете, кто-то скажет, Геннадий, что ты хочешь сказать, что на митинг вывести людей, так сказать, это легче, намного сложнее. Да нет, на мой взгляд, легче. Поиграться в митинговость, привести людей, тем более несовершенно летних, детей, молодежь, и там устроить дебош, намного сложнее, чем у Единой России выигрывать. Чем терпеть, так сказать, всякие нападки, давление, так сказать, подсчеты, расчеты. Это я сам через это прошел в одномандатных округах, поэтому я знаю, о чем я говорю. Нет, в этом для них нет. Потом, какая-то стальная повеса, что-нибудь видели из того, что они предложили бы из конкретных идей с механизмами, кроме, так сказать, общего порядка. Хотя, я считаю, что, конечно, с точки зрения демократизации политического процесса, у нас еще далеко до того, что можно было сделать, чтобы максимум общественных политических сил участвовали в этих процессах. Спасибо. Можно вопрос? Информа-агентство, можно? Давайте микровой вопрос. Спасибо. На протяжении 26 лет никак не могут принять закон 3 сентября, день победы над эпохией. Есть миллион 800 тысяч медалей, есть ветераны, которые еще живы, и две равнозначные медали. Сталин смотрит на запад, победа над Германией, Сталин смотрит на восток, победа над Японией. Скажите, пожалуйста, вопрос троимый. Вымарывание дня победы над Японией, это измена национальным интересам России? Спасибо. Я считаю, что такой день должен быть, когда депутаты Сахалинской думы, причем, что интересно, там как раз разные фракции, они объединились, потому что они патриотов своей земли, они помнят, какой ценой Сахалин стал нашим. И в этой связи я считаю, что эта дата давно так записана, победа над Японией, окончание Второй мировой войны. И такой памятный день, 3 сентября, обязательно должен быть. Я согласен, понимаете, здесь несколько причин, почему этого не происходит. Самый главный вопрос, в чем причина. Ну, тут разные специалисты, великие, близкие к разным властям, я не буду фамилию называть, они говорят, мы воевали не на своей территории. Второй аргумент, от типа того, что мы начали войну, то есть мы напали, получается. В-третьих, говорят, давайте мы с этими островами разберемся одновременно с мирным договором, чем мы будем сейчас, так сказать, педалировать этот вопрос. Ну, мы реально победили. У нас погибло огромное количество людей. Тем гордиться надо, они, так сказать, вот так вот, как мы во внешней политике, мы ее так хвалим-хвалим, там столько провалов. В этой внешней политике, это не по этому вопрос, это в том числе и такой вопрос тоже. Потом все понимают силу и четкость, понимаете. Вот уперлись по островам, сказали, пока вы не решите вопрос, а он нерешаем, что американских ракет на этих островах, на ваших островах не будет, а вы это не сможете сделать, так сказать. Поэтому по всем островам наши переговоры зашли в тупик и тем не менее. Здравствуйте, Анастасия Великова, знак.ком. Подскажите, пожалуйста, а кто у вас возглавит федеральный список вашей партии, кто будет под номером 2, кто будет под номером 3? И вот рейтинг, который вы строите, мы правильно понимаем, что номер 1 это главный, второй это второй, а третий, ну вот, скажем, дай бог, вот третий. Я отвечу, дело в том, что вы знаете, что закон позволяет федеральной части 10 фамилий. У нас будет трое, сидящие перед вами, и абсолютно непринципиально кто и как. Ну, председатель партии ваш поход и слуга, понятно, и два мои коллеги, не знаю, там, в условительном порядке войном это мы решим. Самое главное, что нас трое, и это очень важно для всех наших товарищей, которые будут идти по региональным территориальным группам, что мы не заполняем вот эту всю федеральную часть. Я тогда следом, уточняю, еще задам, а федеральный список дальше, ну, как бы, дальше списки, которые будут состоять, они будут состоять в основном из представителей вашей партии, то есть справедливой России, или в какой пропорции вы будете делить? Вы знаете, я скажу, что есть партия справедливой России за правду, если хотите, социалистическая партия справедливой России подойдет за правду, и федеральная часть, я понимаю, что у вас немножко путаница, потому что федеральная часть это то, что является вот этой Д-10 фамилией. Остальное это называется по спискам территориальной группы и одномандатники. И там, и там, везде будут представители нашей партии, если вас интересует, вот как сегодня я говорил, на программный комитет, мы тремя колоннами, да, колонна справедливость, правды и патриотой, точно так же будут везде представлены все представители из трех объявших партий. Правда, пропорции. Дорогие друзья, пропорции мы будем определять согласно тем возможностям у тех фамилий, которые будут в бою, понимаете? Мы здесь, так сказать, не делаем пропорции умозрительно, понимаете? Мы стараемся найти, так сказать, серьезную в этом смысле, серьезную позицию, прерогативу, так сказать, лучших людей, лучшие, так сказать. И потом, честно говоря, ваш вопрос правомерен сейчас, но завтра это уже одна партия, мы уже не можем говорить там на завтра-послезавтра, что мы тут эти наши, тут не ваши, тут все, уже все одна партия. Поэтому лучшие люди партии будут представлены везде. Давайте, подождите. Туда передайте микрофон. Нет, у меня микрофон сейчас. А, давай. По пропуску я очень долго ждал. Информационное агентство «Аврора» Алексей Николаев. У меня такой вопрос. В сознании большинства нашего населения социализм связан с государственным планированием, с госпланом. Мне было бы интересно более развернутую такую позицию. Вы видите какие-то законодательные инициативы, которые могут стать базисами для государственного планирования в плане социальных вопросов и в плане государственного планирования стратегических вопросов. Потому что как-то у нас часть нашей элиты, она живет как-то сегодняшним днем. А если вы заявили о том, что вы представитель, я скажу, прогрессивных социалистических сил, готовых собирать на своей площадке, то вот хотелось бы узнать поподробнее государственное планирование. Поподробнее вы узнаете в программе, если коротко, государственное планирование обязательно должно быть. И я напомню, если вы не знаете или запамятовали, принят государственный закон о стратегическом государственном планировании. Он уже действует. И, кстати, этого закона добивались мы много-много-много лет. И он прошел, кстати, инициировали его фракции в России и КПРФ. Понимаете, сейчас столько вызовов кризисных, которые могут воспользоваться внешними фигурантами и внешней структурой. И здесь нужно не прятаться за формулировками, а нужно доводить до людей вот эту информацию, чтобы они не стали объектом манипуляции. Вы не волнуйтесь, мы доведем, отвечая на наш вопрос. Безусловно, подскоро мы говорим о новосоциализме, государственное планирование – обязательный элемент новосоциализма. Я добавлю, тут очень важный вопрос, подняк на самом деле. Ну, во-первых, нужно сказать, что элементы государственного планирования сегодня есть, в том числе в экономике, к счастью. Другое дело, что разница между либеральным подходом товарища Сова Янова, дальше, ну, не надо перечитать, наверное, фамилии, да, и подходами Белоусова и других людей, там, Глазьева, они отличаются. С точки зрения планирования, с точки зрения планирования макропоказателей, с точки зрения планирования бюджета и решения целого ряда экономических вопросов, они разные. Должен вообще сказать многим людям, которые там рассказывают о том, что на Западе такой рынок, прям такой рынок, и весь рынок. В Японии, посмотрите, ни одна крупнейшая корпорация, все они вам известны, Sony, Toshiba, дальше не надо перечислять, да? Вы посмотрите, как они планируют продажи и производство. У них вообще-то внутренний собственный госплан, они на рынок вообще ничего, тупо на рынок, в магазины не производят, все под заказ. Понимаете, поэтому они лучше все, что у нас было, взяли, а мы, так сказать, вошли, так сказать, не в рынок, а в базар. И поэтому вы правильно ставите вопрос, что диспропорции государственного планирования, да и в частной системе. Посмотрите, государственные монополии, вот Газпром возьмите, что он там планирует. Если посмотрите сейчас на эти газопроводы, не буду называть, чтобы тут не портить настроение, там, власть поддержащим, понимаете? Посмотрите на турецкий поток, сколько там, чего и как, на китайский поток, посмотрите. Еще посмотрим с этим северным, так сказать, и всем остальным, десятки миллиардов долларов, а страна не газифицирована, понимаете? Вот завтра скажут, газ не покупаем, что будем делать? Вложены почти 100 миллиардов, 150 миллиардов долларов, и что дальше? А людям, наши люди бы платили, худо-бедно, ну, может, не каждый месяц, но через месяц. То есть, нет дашки, причем, самое поразительное, что когда все немцы не понимают, как за счет гражданина тебя подключают газом за 500 тысяч рублей. Все заинтересованно быстрее подключить его и с ним брать деньги, брать деньги, понимаете? А ты заплатить, он 500 тысяч рублей возьмет в деревню, для того, чтобы подсоединиться на газ, вот это государственное планирование, так называемое. А Газпром государственное строительство, спасибо. Портал Конгресса работников образования и науки. У меня вопрос всем троим. Первый вопрос. Раз вы создали новую партию, наверняка в процессе переговоров вы обсуждали свои возможности на предстоящих в сентябре выборах. О каком предварительном проценте можно вести речь? Это что будет? 7, 10, 50 процентов на выборах вы предполагаете победить, потому что получить партия должна это для себя как-то обозначать. И второй вопрос. Вы сейчас говорили о Европе. Хотелось бы узнать, у вашей партии, в отличие от всех американских агентов, есть свой план, как Россия должна строить свои отношения с Европой? Или, как сказал господин Лавров, просто закрыться и на этом все? По процентам, если вы слышали, мы неоднократно, публично говорили, в том числе на съезде, мы ставим задачу на предстоящем едином дне голосования по выборам депутатов Госдумы бороться как минимум за второе место. Вот это нас абсолютно устраивает. Причем не за второе место, а как минимум за второе место. И сегодня делегаты нашего съезда подчеркнули. С Европой будем устраивать нормальные отношения, только исходя из того, что учить нас не надо. Мы без России, Европы нет. Когда мы видим, что у них в моральном аспекте творится, и как они вообще живут своим мультикультуризмом и со всеми этими проблемами, я считаю, что в России, боже упаси, нам этого не надо. А с точки зрения общих интересов и общих, более того, помяните наше слово, и это видно уже, процессы пошли, и Европа будет леветь. И там скоро будет больше наших единомышленников. С вашего позволения я добавлю. Дело в том, что согласно социологии у нас треть населения либо не голосует ни за кого, либо не ходит на выборы, либо не догадывается о том, что есть такие люди, которые способны представлять их интересы. И, собственно, сейчас главная задача техническая, она по большому счету, донести до людей, что создана новая коалиция, на мой взгляд, крайне эффективная и действенная, и достойная того, чтобы быть представленной, чтобы быть узнанной избирателем. Вот это вот в момент ковида, в момент, конечно же, серьезнейшей инерции представлений граждан на политической системе, когда люди привыкли, что есть те или иные силы, те или иные персонажи, иных не представляют себе. Вот это вот донести, и тогда, собственно, это изменится со сложившейся системой. Потому что колоссальный просто процент людей, они нуждаются в новом представительстве, и мы его способны обеспечить. Что касается Европы, то мне кажется, что вот этот европоцентризм, уже навязший у нас в зубах, он утомителен. Потому что надо достигать такой ситуации, чтобы Европа просыпалась утром и говорила, господи, как мы строим отношения с Россией, надо как-то с Россией построить какие-то отношения. Вот это будет правильно тогда, чтобы они тосковали об отношениях с нами. А мы с утра до вечера через манифесты, через вопросы и ответы обсуждаем, вот как бы нам угодить Европе. Да не надо нам совершенно даже об этом думать и понять, что Россия, безусловно, с ее мощнейшей левой традицией, с ее мощнейшей культурной традицией, с ее мощнейшей линейной тысячелетней историей, имеет право воспринимать себя как один из центров или центр мировой цивилизации в 21 веке. И это ощущение, оно, конечно же, даст, если мы его органично будем испытывать внутри себя, оно даст иное отношение к нам в Европе. Во-первых, поздравляю с объединением. Хотелось учить, Иван Иванович Хлобыстин в куларах съезда говорил, что с удовольствием в 24-м году, дай бог, поддержит Путина на следующий срок. Вы тоже, как всегда, поддержите Путина, выдвигаясь параллельно, или у вас будет своя структура, это первый вопрос. И чем-то вы отличаетесь от КПРФ и ЛДПР, как партия спойлер. И лично, если позволите, подряд у России, Семенгин вопрос. Вы сейчас так очень хорошо рассуждали про цены на газ, на прочее, сколько стоит гречка, бородинский хлеб и кефир 4% в магазине. Спасибо, простите за партнерный вопрос. С точки зрения 24-го года, ну давайте доживем, и сначала у нас первейшая задача – это единое деголосование в этом году. Вот когда мы достигнем того результата, о котором сегодня говорим, вот мы тогда будем смотреть и на 24-е годы, и на другие года, и будем определять. По магазинам, скажу, редко ходят в семье, стараясь заниматься делами, вами, наукой, общественными делами, политикой, чтобы изменить ситуацию страны, чтобы гречка и все остальное, и кефир, который я, кстати, гречка ел, стоили вменяемые деньги. Что касается спойлерства, понимаете, да, есть нюансы, нюансы в каком плане, будем говорить откровенно, да, вот есть четыре партии, есть отношение к этим четырем партиям, мы были пятой партией в стране, по большинству показателей, да, она была очень тяжелая. У нас шансов пройти в парламент, наверное, было не было, не потому, что наши недоставки сто процентов, не можешь пройти, когда, как говорится, и не в Индии, вот, мы не прошли. Но тут тоже есть нюансы по поводу того, какое отношение, вы знаете, к тому, кто куда проходит. Я думаю, что приходит время, и тут у него Владимир Владимирович делал 24-го года, потому что если будет ситуация развиваться так, как она сегодня развивается, то в 24-м году будет совсем другая история художественных фильмов, и до этого может не дойти просто, понимаете. Поэтому, мне кажется, что власти надо серьезно задуматься про все, и про гречку, и про газ, и про все остальное, потому что события будут развиваться, могут развиваться очень стремительно и совершенно неожиданно. И Навальный, это какие-то цветочки просто, понимаете, Навальный это ни о чем. Русская волна, она это не Навальный. Если она же пойдет, то мало не покажется. Поэтому нам бы хотелось, чтобы люди пошли в цивилизованный расклад, и чтобы мы получили настолько много процентов, что можно было с этими людьми, которые там сидят наверху, чтобы можно было разговаривать с позицией силы. Вот с Европой надо разговаривать с какой позицией? Равноправие, дружбы. Но надо иметь 6-10% роста ВВП, а не 1-3 в течение 10 лет, 3 назад, так сказать, 3 вперед. Вот у тебя говорят, в прошлом году минус 3, в этом году будет плюс 3, будет 0. Ну, то разговаривайся только как хочешь. Но ты, если ты падаешь, мы на самом, на самом деле по всем экономическим показателям, посмотрите, там покричали, что 5-6 в Европе, там, на самом деле 12-е, и целый ряд других, так сказать, серьезных показателей наших, 42-е и 37-е июля, значит, посмотрите, по официальным данным мы их не протестовываем. О чем говорить-то? Я сегодня не хотел уже углубляться, там, ни время, ни место. Мы либо мировая держава, тогда идти к ситуации страна номер один, либо мы региональная. А мы не поймем, что мы сегодня невыгодно говорить, что мы региональная, а завтра невыгодно говорить, что мы не претендуем. Иногда даже президент раньше говорил, сейчас, правда, не говорил, что мы не претендуем на мировую, так сказать, лидерство. Ничего себе. То есть вы пошли играть в футбол, на одной восьмой слетели, там, на одной четвертой, да, так сказать, и не собираешься быть чемпионом мира? Это странно, мягко говоря. Мы почему говорим про вторую партию? Мы просто реалисты, мы не можем фантазировать здесь и кричать про первое место, потому что даже если его займем, не дадут, понимаете? А второе еще можем выгрызти. И про этого зверя, я не знаю, какой он будет, но будет выгрызать. Спасибо. Пожалуйста. Девушку, передайте микрофон. Здравствуйте, деловой из Дальний Взгляд. Сергей Михайлович, вы ранее упоминали, что нужно делать так, чтобы нас, русских, было как можно больше в нашей стране, чтобы семьи не боялись сражаться. Еще раз. Вы ранее упоминали, что нужно делать так, чтобы нас, русских, становилось больше, чтобы семьи не боялись рожать детей. Вот какие конкретно шаги будут предприняты, да, вот новым объединением именно в социальной сфере? И второй вопрос, по каким, может быть, вопросам, да, между вами и тремя лидерами возникает больше всего, может быть, каких-то споров, дискуссий при планировании новой программы партии? Станов по программе, вы знаете, что мы только создали программный комитет. Я не сомневаюсь, что у нас никаких принципиальных споров не будет. Я хотел бы обратить ваше внимание на манифест, который мы вместе сели, написали, наша рабочая группа подготовила материал, и мы подписались, потому что у нас действительно, ну, подавляющие большинство наших позиций, они абсолютно совпадающие. С точки зрения решения демографической проблемы, вы знаете, если сейчас займу там полторы минуты, самое удивительное, что есть механизмы, которые даже не требуют принятия тех или иных законов. Вот в свое время, начинали мы еще тогда была партия жизни, а потом стала партия справедливая Россия, у нас в программе было положение о том, что давайте мы будем давать молодым семьям, вот молодые поженились, и давайте будем давать беспроцентный кредит на жилье. На селе это на строительство дома, в городе на квартиру, беспроцентный, то есть это сейчас годная ставка ипотеки 6,5, а мы еще говорим 0%, но это кредит, это деньги в долг. Мы предлагали, чтобы вот эта семья отдавала этот кредит в течение 20 лет, но с таким условием, что если в этой семье рождается один ребенок, то 25% кредита списывается. Рождается второй ребенок, 50% кредита списывается. Третий ребенок рождается, а третий ребенок, мы с вами понимаем, что это уже прибавка населения, потому что двое детей, двое родителей, столько было, столько останется. За третьего ребенка прощается весь кредит. И вы знаете, наш соратник, когда он возглавлял Чернореченский район Оренбургской области, замечательный населенный пункт Черноречия, он взял, и он был главой муниципального образования там. Тут, конечно, нужно добавить о том, что Чернореченский район, это хлебородный район, там все имеют работу, комбайнеры, трактористы, они неплохо, но по тем временам они получали примерно 40-45 тысяч рублей. И он вел, в мунициплине были деньги, то есть там был нитий бюджет, и он говорит, давайте, чтобы наши молодые не уезжали из нашего населенного пункта, давайте мы сделаем такую программу. Вы знаете, когда я к ним приехал спустя 5 лет, и мне рассказали, и показали улицу из этих домов, и вот в этом отдельно взятом населенном пункте, обратите внимание, это был принят, ну, даже не закон, а решение муниципального совета, никакого федерального закона. Так вот, там за 5 лет рождаемость увеличилась в 3 раза. Не в 1,1,3, да, и не на 30%, в 3 раза. Вот там решение вопроса, и это, кстати, это тоже в программе нашей партии. Есть люди, есть люди. Олег, и кто еще? Я тут добавлю, пока Сергей Михайлович считает. Знаете, тоже один очень простой принцип, грубый. Мужчинам серьезную работу и деньги, а женщинам все остальное. Жилье, красоту, продукты, желательно, так сказать, качественные, и все-все-все-все-все-все, медицинское обслуживание, женское здоровье и так далее, и детям. Вот когда будет вот так хотя бы, чтобы женщины могли заниматься, не значит, что женщины не должны работать. В том числе и вы, 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 и вы. Поэтому, конечно, здесь комплексный подход. Если его действительно комплексно решать, то мы можем выплатить за это сюрприз. Продолжение следует...